Подобных несанкционированных точек в Оренбурге достаточно много. Например, взять эту на улице Чкалова, продавец которой, завидев нас, срочно ушел пить чай. Впрочем, может это лишь совпадение и в порядке вещей оставлять свою торговую палатку без присмотра. Пользуясь случаем, мы решили задать вопросы оренбуржцам, часто ли они покупают овощи и фрукты в подобных намоленных местах. Я вообще ничего этого не покупаю. Не доверяете? Нет, не доверяю. Я знаю, что здесь все такое. Какое? Ну, не натуральное, что? Если один раз купил, то можно и второй раз купить. Ну, если нормальные только будут. А так, в принципе, не жалуемся. На себе проверяете? Да. Боюсь, боюсь. Документы не спрашиваю. На свой страх о рисе покупаете? Да. Да. С несанкционированными торговцами овощами, носками и прочими товарами прокуратура города борется уже не первый год. Причем на дачников, которые реализуют товар шести соток, охота не распространяется. Одно дело, когда торгует бабушка со своей грядки и тремя баклажанами и букетом цветов, и совсем другое, когда посреди улицы разворачивается целая торговая точка. Или торгует из багажника или кузова газели. В таком случае, по закону, необходимо иметь соответственные документы на товар и еще медкнижку и предпринимательское удостоверение. В городской прокуратуре по этому поводу на днях собрали круглый стол, в котором приняли участие главы округов, полиция и чиновники. После часа дебатов решено было прийти к следующему соглашению. Я думаю, что здесь надо подключать Министерство здравоохранения, обратиться к министру и полиции занять более активную позицию, потому что это здоровье граждан. И здесь вот этими формальными, что мы не имеем права, что там нет оснований, рейды у вас проводятся ежедневно. Как подчеркнул прокурор города, одним административным наказанием, проблему несанкционированной торговли на данный момент не решить. Играет роль размер штрафа. Для первого случая это всего 1000 рублей. Остается лишь ужесточить меры, организовывая ежедневные рейды, контролируя ситуацию и привлекая как можно больше инстанций от Роспотребнадзора до полиции. Иван Бер, Виктор Горшенев. Наше время.